Акция «Георгиевская ленточка» ежегодно проходит в преддверии Дня Победы и объединяет миллионы людей не только в России, но и за рубежом. За 10 лет черно-оранжевые ленты стали символом памяти о победе в Великой Отечественной войне и напоминанием о той цене, которую пришлось за нее заплатить. В Витнамской детской школе искусств состоялся концерт, приуроченный к старту этой акции. Учащиеся подготовили насыщенную концертную программу – стихотворения, танцы, песни военных лет. Много теплых слов благодарности и признательности за Великую Победу звучали в этот день в адрес ветеранов и тружеников тыла, почетных гостей мероприятия. «Вы победители. Вы нам подарили эту победу. Мы гордимся вами. Мы очень ценим вас. Я еще раз вас всех благодарю за ваш подвиг, за ваш труд». Телеведущая общественные деятели Лона Броневицкая пожелала ветеранам всегда оставаться такими же жизнерадостными, бодрыми, веселыми, чтобы и в будущем служить достойным примером отваги, героизма и мужества для подрастающего поколения. «Была у вас обычная, нормальная жизнь. И вдруг на две части расколола ее страшное слово – война. И все, что было раньше, оно стало далеким, невозможным, а впереди был только героический труд. Ужас, смерть, лишение. И действительно, вы не знали, что будет. Но вы знали, что сильный духом одержит победу». «Молодцы. Хорошо устроили людям. Людям хоть праздник. Мы уже чувствуем праздник такой. Концерт очень хороший, замечательный. Особенно детишки. Я прям плачу всегда. Очень довольны всем. Мне кажется, я за всех могу сказать. Все довольны». По словам организаторов, этот концерт открыл в районе череду праздничных мероприятий, приуроченных к 71-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...